Дагестан Махачкала – кофейная столица. Очередным подтверждением этому стал масштабный фестиваль, который посетили более 80 тысяч человек. Рыбный пир на весь мир в Кизлярском районе. В эти выходные прошел гастрономический праздник в Каспийской ухе. Рыбный пир на весь мир в Казахстане. По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний мужчина. С начала года единое пособие в Дагестане получили родители 470 тысяч детей. Об этом сообщает региональное отделение социального фонда. Отметим, что при назначении выплаты специалисты применяют комплексную оценку доходов и имущества семьи, а также учитывают их занятость. Размер пособия зависит от среднего заработка родителей и может составить от 7 до 14 тысяч рублей. Для его оформления дети и родители должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории страны. А подать заявление на выплаты можно в один клик через портал госуслуги. Также обратиться за помощью можно и в клиентские службы отделения социального фонда или офисы МФЦ. Названы топ-5 зарубежных городов, куда чаще всего летают дагестанцы. По итогам первого полугодия в этом списке оказались Дубай, Стамбул, Медина, Анталия и Баку. Самыми же востребованными направлениями внутри страны стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Екатеринбург и Казань. В целом пассажиропоток в аэропорту Махачкалы также увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 миллион 300 тысяч человек. Более 80 тысяч махачкалинцев и гостей столицы посетили Всероссийский кофейный фестиваль. Он длился три дня и проходил на улице Пушкина и в обновленном парке имени Сулеймана Стальского. Лучшие представители индустрии предлагали гостям самые различные напитки, проводили мастер-классы и дегустации. Здесь были развернуты площадки для всех возрастов. Каждый участник фестиваля нашел для себя развлечение по интересу. Много чего интересного есть. Побольше бы таких администрация города проводила мероприятий, чтобы люди могли досуг свой проводить. Также на фестивале помимо кофе можно было отведать блюда от ведущих поваров республики, в том числе и из национальной кухни. Есть изюминка. Это раз у нас плов жасмин. Это очень старинный рецепт 17 века. Совсем другой плов. Ну попробуйте, скажете, тот плов лучше ли это. В Кизлярском районе в эти выходные отметили День рыбака. Большой праздник для жителей и гостей организовали профильный комитет и местная администрация. Выступление творческих коллективов, национальные подворья и продовольственная ярмарка. Мероприятие пришлось по душе и взрослым, и маленьким гостям. О том, как оно прошло, а также отчаяния специалистов отрасли в сюжете моей коллеги Салии Магомедовой. Наш дом, берега родные, береги, берега, береги Россию. Русскими народными песнями в селе Аверьяновка начался фестиваль Каспийской ухи. Событие объединило вокруг себя профессионалов дела, любителей порыбачить или просто отведать вкусные блюда. Фарис Алиев в отрасли уже 25 лет. За свой многолетний добросовестный труд мужчину отметили благодарностью. Мы уже привыкли к этому работе. Нам не нравится. Так работаем, так живем. Не только церемония награждения ждала посетителей. Здесь развернулась продовольственная ярмарка, на которой можно было приобрести рыбу. А еще села Кизлярского района и их соседи Тарумовка открыли национальные подворья и угощали кулинарными изысками. Вот Тарумовка угощает пирогами, рыбой, рыбными котлетками, овощи, фрукты. А рыбу здесь можно было попробовать самую разную. Вареную, жареную, запеченую, вяленую, сушеную. Но коронное блюдо все же уха. Маржанат Газиева приехала на праздник из поселка Сулак и готовила ее с 9 часов утра. В Казани супа практически не осталось. Желающих отведать его было много. Она из трех разновидностей рыбы была сегодня. Сазан, кефарь и красная рыба. Приготовленные с любовью угощения пришлись по вкусу и взрослым, и детям. Мне очень понравился этот концерт и угощение. Для нас это праздник традиционный. Мы всегда его ждем, мы всегда его широко празднуем. Мне кажется, что это лучшее, что могло бы быть сегодня в наш выходной день для жителей нашего района. Кизлярский район сложно представить без празднования Дня рыбака. Муниципалитет имеет одну из самых протяженных береговых линий Каспия. Около 40% всей продукции добывается именно здесь, потому что это основной вид занятости для местного населения. В 2012 году Безбурга Дагестан вылавливало 950 тонн. Сегодня силами рыбаковой ассоциации Кизлярско-Тарумовского и Бабайуртских районов и прибрежными судами вылавливается более 9000 тонн рыбы частиковых пород, в том числе и кильки. Все вылавливаем рыбу. Нами, не только наши дагестанцы ее кушают, как бы на стол идет, она идет на всю Россию. Хоть отрасль в Дагестане и развивается, сложностей в ней немало. По словам специалистов, уровень Каспия падает, обводнение моря слабое и реки высыхают. Еще одна трудность заключается в отсутствии собственных экскаваторов, которые необходимы для очистки судоходных каналов. Своими силами и средствами делать это тяжело. Нужно закупать технику. Такая мера не только облегчит непростой труд людей. Сама рыба будет ловиться больше. А это, пожалуй, самое важное пожелание промысловиков в их профессиональный день. Салия Магомедова, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Кизлярский район. В Дагестанском гуманитарном институте очередной выпуск. В торжественной обстановке теперь уже бывшим студентам были вручены дипломы. Вероприятие посетили представители Муфтеатра Республики, различных министерств и депутаты Госдумы России. Прощание с родной Альма-Матер неизбежно, но всегда грустно. Подробности у Айши Тухаева ей слово. Дипломы сегодня вручали выпускникам пяти факультетов, а также магистрантам. Церемонию сопровождала развлекательная программа. В ВУЗе учатся талантливые студенты. Они участвуют в общественной жизни республики. С первых курсов практикуют получаемые знания. Таким образом, образовательное учреждение готовит профессиональные кадры по разным направлениям. Гуманитарный институт дал мне просто невероятную базу знаний. И хочу поблагодарить на самом деле преподавателей, которые преподают интересно и на самом деле умеют преподносить информацию с таких точек зрения, с которых ты вообще даже раньше не подразумевал, не представлял. Я уже собираюсь дальше преподавать уже самостоятельно. Уже меня, можно сказать, принимают в колледж. Я, конечно же, приобрела для себя очень много, потому что я углубила знания в исламской теологии, в исламском праве. Углубила знания именно в теологии, в общем, то есть о других религиях я тоже много для себя узнала. И получила много разных возможностей, чтобы в дальнейшем реализовываться. Обучавшиеся в Дагестанском гуманитарном институте развивают не только свой интеллектуальный уровень, но и духовную сторону. Это особенно радует родителей выпускников, которые волнуются за здравственное будущее своих детей на фоне современных вызовов. Тот, кто окончит этот вуз, выйдет отсюда совсем другим человеком с положительными качествами, с положительной стороной. Каждый ребенок должен здесь учиться, я так думаю. Если еще дети были, я все равно отправилась сюда учиться. Каждый год Дагестанский гуманитарный институт оканчивают сотни студентов. Некоторые из них приезжают сюда из дальних регионов России для того, чтобы пройти обучение именно в этом вузе. Немало среди учащихся и тех, кто уже много лет ведет успешную профессиональную деятельность. Тем не менее, в ДГИ они с удовольствием получают новые знания. Айша Тухаева, Ислам Халиков, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. И к новостям спорта. Дагестанские легкоатлеты и ветераны отличились на чемпионате России. Соревнования прошли в Москве. Золото метание копья среди участников в возрасте до 44 лет завоевал Мухтар Кумаев. Первым в метании диска стал Паша Пашаев. Победу в десятиборе среди спортсменов до 64 лет занял Арслан Мамаев. А в толкании ядра лучший результат показал 72-летний Тагир Ибрагимов. Он запустил снаряд на 12,83 метра. Также ветеран дагестанского спорта победил в программе «Десятиборья» среди участников всех возрастов. В сентябре спортсмены планируют выступить на Кубке России в Адлере. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также в социальных сетях. Хороших новостей и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова